Привет, друзья! Сегодня вместо традиционного большого рецепта будет небольшое бла-бла-бла. Поделюсь с вами маленькой, малюсенькой такой хитростью, хозяйки на заметку, так сказать. Поговорим о бульонных кубиках. Да, я их иногда использую, даже писал об этом в блоге, ссылку можно найти в описании. Единственное условие, кубики эти должны быть непременно натуральными, сделанными из натуральных ингредиентов, без добавления всевозможного химического, в общем, без вредных добавок, без глютамата натрия, усилителя вкуса, без химических красителей, консервантов и прочего добра. Бульон в таких кубиках бывает овощным, говяжьим, пурином и даже из морепродуктов. И, конечно, особенно они выручают, когда срочно хочется приготовить какой-нибудь суп или, скажем, ризотто, а запас заранее приготовленного бульона в холодильнике полностью исчерпан. Приготовление бульона это вроде как на поверхности, именно поэтому кубики и называются бульонными. Также их можно использовать в качестве приправы, а еще с их помощью можно приготовить вкуснейший сливочный соус. Все, что для него понадобится, это сливки и такой вот кубик. Сливки я, как правило, беру 22%. Наливаем необходимое количество в ковш или небольшую кастрюлю, туда же добавляем кубик. На пару порций достаточно и третий. Так как в кубиках содержится концентрированный бульон, он часто очень соленый, поэтому пробуйте, чтобы соус не получился в результате пересоленным. Все, что нужно, это хорошо все перемешать, довести сливки до кипения и, не давая активно кипеть на маленьком огне, постоянно помешивая, довести до нужной степени густоты. Такой соус можно использовать для пасты, особенно вкусно свежей, домашней. Можно полить им стейк, куриную грудку, запеченные овощи. В общем, вариантов масса. Конечно, найти такие бульонные кубики в наших магазинах сложно, но все-таки можно. Я ведь это делаю. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. В комментариях делитесь своими маленькими хитростями, особенно если вам есть что сказать про бульонные кубики. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока.